Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! К сожалению, утренние эфиры я потом посмотрел, думаю, надо же, он, к сожалению, там перескакивает, звук плохо слышно и все прочее. Вот так вот. Ну, дамы и господа, приветствую всех во имя Господне. И те, кто в прямом эфире уже подключаются, и те, кто потом в записи будет смотреть все это, кто подключился, приветствую. Слава Господу Иисусу Христу! Вот. И начнем, наверное, как раз с места из Писания, со Священного Писания, из Библии начнем. Слава Иисуса Христа хочу привести в самом начале из Евангелия от Матфея, 16 глава, раздел 16-18, 18 стих. Вот. И пусть это будет таким началом. Вот. И те, кто подключаются сейчас, и те, кто потом запись будет смотреть, я, значит, тоже поясню, перед тем, как вот начнем сейчас, поясню, что, значит, я являюсь священнослужителем православной церкви, реформаторской, такой обновленческой церкви православной, и уже более 30 лет несу служение, такое евангельское, православное служение. Вообще, пока православный церковнослужитель, священнослужитель, уже больше 30 лет несу служение, а такое реформаторское служение несу, вот, больше 20 лет, уже 20 лет. Вот так вот. И очень Богу благодарен за этот труд, за то, что Он доверил такое важное, считаю, поручение. Слава Богу. И каждому из верующих Бог что-то доверяет, какие-то деяния, будем так говорить. Вот мы говорим, деяния апостолов, да, но это же деяния Духа Святого. Только через апостолов, совершавшиеся, будем так говорить, через тех первых учеников. А сегодня деяния Духа Святого продолжаются через нас с вами, через верующих. Вот, и каждый на своем месте совершает великую свою работу, миссию, которую Господь Бог Всемогущий определил нам совершать, каждому из нас, каждому из верующих. Да, здесь у меня Истоки, читаю отцов в церкви. Интересно, когда взгляд на отцов дает человек, выросший немного в другой среде, не в церковной и православной среде, это по-своему очень даже уникально, по-своему взгляд такой уникальный. И вот, ну, да, здесь я проводил шаббат, подключался уже, значит, прямо на эфире на шаббате. Вот, сегодня воскресенье, 27 сегодня мая, воскресенье. Кстати, здесь, в Санкт-Петербурге, сегодня праздник. Так что петербуржцев, ну и гостей северной столицы поздравляю с 315-летием. Да, 315 лет стукнуло, да, Петербургу. Да, по-моему, так, если не ошибаюсь я. Шалом, Алекс. 315 лет Петербургу, вот, и хочу поздравить, спешу поздравить петербуржцев с этой такой датой. Вот, и молюсь в эти дни о северной столице, молюсь здесь, на берегах Невы и Жоры, молюсь о духовном пробуждении и Санкт-Петербурга, и всего северо-запада, вот, всего этого огромного региона российского. И, знаете ли, здесь, на берегах, вот, и Жоры, на берегах Невы, зачиналось и зарождалось православное обновленчество, православное реформаторское служение. Вот, уже больше, чем 100 лет тому назад оно зарождалось, вот, в самом начале 20-го столетия, получается. Особенно вот событие вспоминают обычно как раз 1905-1906 годов, когда во всеуслышание впервые было вот так вот заявлено о необходимости реформ в Церкви Православной. Это было заявлено группой православных церковнослужителей, священнослужителей. 32 священнослужители подписались под этим названием. Вот, поэтому тот союз, будем так говорить, да, вот эта группа духовенства православного, такого, прогрессивного, тогда, в 1905-м, окрестили Союз 32-х, потому что 32 священнослужителей подписалось в Петербургской парке. А уже в 6-м году их было, по-моему, 46 уже человек. Ну, больше уже, потому что другие еще присоединялись к этому кружку, значит, общению к этому, слава Богу. Потом Александра Воярского, можно вспомнить, Коплина, Петроград, значит, и уже 16-е годы, 17-е, 18-е, 19-е годы здесь действовали кружки такие, духовенство, мирян, союз прогрессивного духовенства, мирян, потом союз церковный, там, обновление тоже, возрождение тоже потом уже в Москве. А здесь еще Союз Друзей Церковной Реформации, по-моему, назывался он, да, в Коплиной Петрограде. Ну, сейчас уже, сейчас не могу, сейчас сразу вспомнить, так вот. Вот, и тогда здесь все это происходило столетия тому назад, вот, и как раз вот в 18-е, 19-е годы, 100 лет тому назад, вот, да, Союз Друзей Церковной Реформации, так он назывался он как раз здесь, вот, в Коплиной Петрограде. Вот, но и собор Исаакиевский, Исаакиевский собор знаменитый, собор Исаакия Толманского, он был в те годы, 20-е особенно годы, он был символом православного обновленчества, реформации, вот так вот. Очень интересная история. Но об этом я семинар проводил уже как-то, и, даст Бог, еще проведу. И поэтому, как бы, ну и сегодня буду вспоминать, я так полагаю, некоторых из этих героев веры собираюсь вспомнить тоже добрым словом, слава Богу. В частности, Александра Боярского часто вспоминаю эти дни тоже здесь, слава Богу. Вот, дамы и господа, и зачиналось здесь православное реформаторское движение, только обновленчество. А родилось движение уже в Москве, в московском знаменитом этом храме Христа Спасителя, ХХЦ, да, или Храм Христа, АХХС, Храм Христа Спасителя. Потом он был взорван большевиками, коммунисты хотели стереть его с лица земли, и они это и сделали, потому что это самый такой выдающийся собор был, и, в общем-то, он был символом, стал символом тогда, в 20-е годы, так же, как и здесь Исаакиевский собор. Вот, слава Богу, его не взорвали-то хоть, вот, знаете ли, а то могли бы тоже, и так полагаю. Значит, а в Москве это Храм Христа Спасителя. Он в 20-е годы был символом реформации православной, обновленчества. Там проходили соборы обновленческие. Служение на русском языке, не на старославянском уже, на русском языке, и, в общем-то, много чего прогрессивного совершалось там уже. Вот так вот, дамы и господа. Вот, а рождение произошло обновленчество православного в 1923 году. И вот я вам уже говорил, здесь, в Петербурге, что, ну, стартовало, я уже объявил уже, официально уже, старт, такой, нашей пятилетки обновленческой. Пятилетка, потому что остается пять лет до нашего столетнего юбилея. Столетие со дня вот рождения православного обновленчества. Вот, в 1923 году в Храме Христа Спасителя. И вот в 2023, уже получается, через пять лет, значит, да, мы собираемся отмечать это все. Вот, 9 мая, это день победы православного обновленчества, реформации. Потому что 9 мая 1923 года завершился этот собор, и председатель этого собора, архиепископ Антонин Грановский, как раз вот и говорил, что это победа православного обновленчества, православной реформации. Слава Богу. Да, 72 епархии, фактически вся полнота, тогда вся Российская Церковь поддержала идею реформ. И это, ну, скажу так, на волне вот этого энтузиазма, конечно, очень многие присоединились. Вот, хотя погубило обновленчество тогда 20-х годов, вот эта половинчатость, знаете ли, реформ. Вот, шаг вперед, как говорится, два шага назад. И, в общем-то, нерешительность, да и, честно говоря, вот, подавляющее большинство священнослужителей тогдашних, знаете ли, по сути, даже говоря о неплонимости реформ, я так полагаю, даже и не понимало до конца всей важности именно настоящих реформ, не половинчатых, не каких-то еще там частичных реформ, а настоящих библейских и маневских реформ. Но, дамы и господа, да, то есть вот, когда, значит, начиналось обновленчество в Петербурге, здесь, на берегах Невы, рождалось в Москве, а возродилось уже обновленчество, возрождение свое получило в Киеве у нас. Наша Киевская архивископия имеет честь, вот, продолжать то, что начинали тогда отцы 20-х годов. Вот, и на сегодняшний день, насколько я знаю, даже, ну, хотя есть разные юрисдикции православные, но ни одна из этих юрисдикций не осмелилась даже заявить о какой-то преемственности и о желании продолжать то, что делали, значит, тогда и Антонин Грановский, Александр Веденский, Александр Боярский, значит, и другие отцы. Слава Богу, вот, пока нашей юрисдикции, будем так говорить, пока единственная, на вот таком постсоветском пространстве, которая вот продолжает, пусть так робко, осторожно тоже, значит, еще, ну, как бы, у нас немного еще сторонников реформ таких, но продолжаем то, что начинали тогда вот эти мужи Божьи делать. Слава Богу, то, что Господь совершал тогда, сегодня Он совершает через нас с вами. Я приветствую всех, да, кто подключился сейчас, надеюсь, уже наши смотрят уже, также, священнослужители, приветствую всех, нашу епархию, Киевскую архиепископию, приветствую всех, слава Богу. Пока вот сейчас вот из-за вот этих ситуаций вот в Украине, из-за войны, сейчас вот и идущей, я не могу так часто посещать Украину, вот, но в июле планирую быть у нас в церкви, и 19 июля проведем собор, который мы проводили, похожий собор, который мы проводили три года назад, в 15-м году, если кто помнит, или, если не помните, там, или не знали, то посмотрите записи на ютубе, здесь, на этом канале есть, 2015 год, Петропавловский собор, посмотрите. На этом соборе, наверное, самое такое знаменательное, и что произошло для меня лично, это было очень таким знаменательным, на Петра и Павла, на Петропавловском соборе, были две хератонии, рукоположения новых епископов наших, вот, Петра и Павла. Вот такое знаменательное событие произошло на Петра и Павла, рукополагали Петра и Павла. Замечательно, конечно, слава Богу. Вот, и поэтому приветствую всех, особенно, если смотрит меня сейчас Петр, наш Кифа, или Павел, приветствую вас, слава Богу. Вот, и сегодня Павла прочитал с удовольствием при великим послании. Варфоломей даст автокефалию Филарету, вот, вопрос такой, Алекс задает сейчас. Я не знаю, трудно сказать, есть и за, и против мнения. Я собираюсь в Стамбуле быть, вот, вскоре, вот, и буду встречаться с секретарями, как раз, патриарха Вселенского, Варфоломея, вот, и, надеюсь, уже из первоисточников уже что-то узнают. Но, если технически получится, то я прям даже из Стамбула сделаю трансляции как раз, вот, если нет, тогда уже, ну, записи сделаю и уложу туда в сети. Вот, мне письма приходят с канцелярии Вселенского Патриархата, потому что наша юрисдикция, она хоть и маленькая, но такая приметная довольно. Ну, для кого-то скандально приметная, но, в общем-то, там в секретариате, в канцелярии Вселенского Патриархата есть даже некоторые священнослужители, и есть епископ, один из епископов, секретарей, сочувствующий идеям реформации, вот. Ну, будем так говорить, наши, ну, может, не во всем единомышленники, но друзья. Вот, и, в общем-то, и наша юрисдикция тоже, вот, будем так говорить, ждет вот такого, ну, может, не признание каноническое такое, но второканоническое, или там, там еще есть какое-то общение, гуменическое общение такое православных разных церквей, второканонических, так называемое, общение, вот. И в этот круг общения, вот, надеюсь, в этом году мы попадем так же как раз, наша юрисдикция, я имею ввиду, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, епископ Василий, который женился, нет, 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 абсолютно нет. И, знаете, друзья, я, значит, со своей стороны, конечно, вот, молюсь, конечно, вот, молюсь и за всех православных, и за Филарета, молюсь за патриарха Филарета, и за патриарха Кирилла здесь, значит, шалом с Киева, Вячеслав Кухарчук, приветствую, слава Богу, привет, киевлянам, огромный привет, надеюсь, отец Алексей тоже подключился, маякните тоже, если вы подключились, уже отец Алексей, наш благочинный, или кто-то из священнослужителей, вот. Вот, и этот эфир, тем, кто подключился сейчас, я напоминаю, я назвал «Церковь непрестанно реформируется», вот, «Ecclesia Semper Reformanda», «Церковь непрестанно реформируется», это один из девизов святых отцов, в частности, да, здесь как раз Оливье Клемано, считаю, истоки, здесь, значит, из, подборка очень такая интересная, подборка из творений святых отцов, вот. И, так вот, и один из отцов древности, Кибриан Карфагенский, архиепископ Карфагена и лидер Северной Африки, Североафриканского христианства, еще в третьем столетии, да, именно в третьем веке, когда еще наших с вами, там, братьев, сестер, по техе ради римские палачи бросали на арену Колизея, на растерзание львам и тиграм, да, вот, время было очень тревожное, очень непростое, время гонений, но в то время в Северной Африке архиепископ Кибриан Карфагенский очень важное послание дал Церкви, которое сегодня мы продолжаем, по милости Господней. «Экклезия Семпор Реформанда», он говорил в своем послании, «Церковь непрестанно, или же всегда, Семпор это как, всегда, без передыху, постоянно реформируется, реформанда, хотя некоторые переводят как обновление, Церковь непрестанно обновляется, но на самом деле там стоит слово именно реформанда, то есть именно реформируется, потому что есть деформанда, есть реформанда, да. Вот, значит, деформация, русский, да, вот как у нас произносится обычно, и реформация. Деформация – это отступление, греки еще называли, да, апостасия. Вот, деформация – это отступление, это деградация Церкви, это, ну, и в жизни каждого верующего это можно проследить, там, деформация или реформация, да. Вот, реформация – это обновление, это, ну, ну, у меня, допустим, сейчас я трансляцию делаю с Android, да, значит, мой гаджет, вот, и, значит, и он постоянно обновляется, там, как выходишь в интернет, он постоянно обновляется, а если не будет обновляться, ну, он жить не сможет просто-напросто долго, вот, значит, все эти программы, их требуется обновление, но, а тем более, если мы говорим, там, значит, о жизни человека, вот, о духовной жизни человека, то здесь непрестанная реформация должна быть, если говорить о теле Иисуса Христа, здесь постоянная реформация, постоянное движение должно быть, действительно, от Духа Святого, потому что Дух Святой – это не Дух застоя, это не Дух деформации, деградации, нет, это Дух Антихриста, да, это Дух застоя, это Дух деградации, деформации, вот, а Дух Святой, Божий Святой Дух – это Дух реформации, жизни, движения, обновления, Не застоя жизни, слава Богу, поэтому да будет жизнь, сам Господь, Он сказал о себе, что Он есть жизнь, путь истина и жизнь, Он сказал, воскресенье и жизнь, поэтому можно так сказать, мы говорим жизнь, подразумеваем Господь Бог наш Самогущий, Господь Иисус, Дух Святой, мы говорим Иисус Христос, мы подразумеваем жизнь, слава Богу. Вот так вот, дамы и господа, как в физическом теле постоянно происходят обновления, мы же многоклеточные, и все клеточки нашего организма обновляются, вот это обновление, представьте, если какая-то клеточка не захочет обновляться, такое тоже бывает, Вот, значит, и всякие там, допустим, отмирания, да, отмирания этих клеточек, потом что там, значит, образуйте опухоли всевозможные, то есть это те клеточки, которые не хотят обновляться, они деформируются просто-напросто, они деградируют, они сами в себе становятся уже. Вот, не дай Боже, никакому верующему, врагу не пожелаешь подобного ужаса, оторваться от источника жизни, деградировать, деформироваться, быть сам в себе достаточно. Вот, к сожалению, вот это выражение, такой автокефализм, очень, ну, в этом плане страшно, вот именно в этом отношении, я имею в виду, именно страшно, тем, что автокефалий подразумевается как бы сам себе голова, сам себе режиссер, самодостаточный. Нет, наша задача быть не автокефальным, а христо-кефальным, то есть, чтобы Христос был нашей главой, действительно, по-настоящему, не понарошку, не просто на словах, не просто в декларациях определенных, там, церковных документах, нет, вот, а именно в самой сути, по-настоящему, не понарошку, по-правдочному, что он был главой церкви, тогда вот реформация. А если чисто номинально, и в нашем понимании, не дай Боже, как некий свадебный генерал Иисус Христос на нашем перу, где мы сами, куда хочу, туда я ворочу этой главой, тогда деформация, деградация церкви. А когда мы церковь поминуют за Христу, это реформация. Реформация это невыдумывание чего-то нового, дамы и господа, братья и сестры. Это возвращение к хорошо забытому старому, это возвращение к основам бытия нашей церковной действительности, к Слову Божьему, к авторитету Слова Божьего, к Богу всемогущему, самому Господу Богу, к Иисусу Христу, как главе нашей, слава Богу. Поэтому Экклезия Семпер Реформанда, церковь непрестанно реформируется. Вот так вот, дамы и господа. И, конечно, и в жизни христианства, в целом, если глобально так смотреть, очень четко прослеживаются и деформации, и реформации. И в жизни отдельных церквей, поместных церквей, и в жизни каждого отдельного верующего можно назвать и деформацией, и реформацией. Вот, и, но, как вот Гоголь говорил Николай Васильевич, золотые слова, он говаривал, христианин всегда идет вперед, он всегда движется, то бишь реформируется. А если не идет вперед, то деформируется. Да, потому что, да, все течет, господа, дамы и господа, все изменяется. Диалектика в этом тварном мире, который Бог создал, все движется, нет ничего замерзшего, однажды навсегда статичного. Поэтому вот попытка превратить церковь именно в православную, в плохом смысле слова, и в хорошем смысле слова православную, как именно ортодоксальную, правильно ставящую Господа, да. Есть ортодоксия, понимание, как именно косность, как именно ортодоксия, как именно закрытость, как именно консервация такая. Вот, не дай Боже, в таком смысле никогда не хотел быть православным, я не хочу, в таком смысле. А в хорошем смысле всегда хочу и буду православным таким человеком. Слава Богу. Поэтому дай Боже церковь быть в хорошем смысле православной. И упасти Господь церковь быть в плохом смысле православной. Вот закрытые смыслы. Сектанский такой тип, сектанский. Знаете, когда стыдно было читать просто даже вот это высказывание. Я представляю, что чувствовали люди, которые живьем все это слушали. Даже читать это было стыдно. Один из помощников сейчас, патриарха московского. Как же его зовут? Метрополит. Молодой такой. Он так очень харизматичный, везде ездит. Я забыл назвать его. Ну ладно, вспомню, если я скажу. Он из молодых священнослужителей. Сравнительно, конечно. Ну там, в том митрополитбюро, как говорится, там он молодой. Так вот, фильм его вспомнить. Этот митрополит, одним словом, Иларион подскажет, брат. Спасибо, огромное спасибо. Я, надо же, совсем забыл. Иларион, точно, Иларион зовут его. Вот, и здесь вот в Питере общался с православными священниками. Они так между собой, его так Лариком зовут. Я вот теперь вспомнил, почему Лариком они зовут его. Иларион, потому что... Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится из православных священнослужителей. То есть, по-разному тоже относятся люди к нему. Вот, здесь церковные в Питерске священнослужители православные. Православные, ортодоксально-традиционные, вот, нереформированные. Вот, и, представляете, вот этот Ларион, было позорно просто слушать его. Блин, я представляю, а читать, мне было позорно даже. Вот, значит, он заявил в Техасе, он был где-то еще там в Америке, заявил, значит, что только лишь якобы православная церковь на весь мир. Представьте, там были представители разных конфессий, динаминаций. И он заявил, что только лишь православная церковь является церковью. И только лишь у нас есть благодать, только лишь у нас есть спасение, только лишь у нас есть истина. Все. Ни у катольников, ни у протестантов, ни у кого. Один раз его вживую видел, но не знал, что он епископ. Ну, я живем, ты его, может, и видел тоже, значит, тогда еще, главное, еще не был епископом. Вот, значит, ну, это было тогда еще, да, когда я сам еще был священником традиционной православной церкви. Я до 96-го года, я был священником русской православной церкви, московского полиархата. До 96-го года не в служении в РПЦ, МП, как вот принято выражаться, русской православной церкви, московского полиархата. Вот, с 87-го и начало 88-го года началось мое служение, полное служение, вот, как диакона, ипподиакона, значит, диакона, значит, чтеца, значит, а с 91-го года уже священником служил я. Вот, и поэтому эту структуру я, может, не так хорошо, как, конечно, Иларион, но знаю изнутри неплохо. Вот, и я понимаю, что реформация поэтому, я поэтому, ну, как бы, в этом и убежден на все сто, что реформация – это дело невозможное вообще. По-человечески гиблое и невозможное, а по-божьему вполне возможное и животворное. Ха, слава Богу! Потому что невозможное человеком возможно Богу. Реформация – это дело Христово, это дело Христовое, это его призвание. И вот в истории христианства, мирового христианства до 1517-го года была эпоха, многовековая эпоха великой деформации, деградации мирового христианства. Вот, но затем, по милости Господне, пять столетий назад началась другая эпоха, эпоха великой реформации, обновления мирового христианства, покаяния, то бишь, исправления. То была эпоха загнимания, застоя великого, деградации, деформации. Наступила эпоха реформации, покаяния, исправления, работа над ошибками, возрождения. И это прекрасно, друзья мои, братья и сестры, это прекрасно. Вот, и, конечно, за пять столетий уже много что проделано, работы, очень огромное количество работы проделано. Но еще очень много предстоит, конечно. На повестке дня очень много вопросов, значит, и церковь непрестанно реформируется сегодня. Сегодня и вчерашние контрреформаторы также уже становятся реформаторами, слава Богу, это прекрасно. Вот, и, конечно, как вот православный священнослужитель, я молюсь за все христианство, конечно, молюсь. Но особенно, особенно молюсь за православных христиан, молюсь за православие. Ну, как говорится, у кого чего болит, тот про то и говорит. Знаете ли, потому что, ну, кто о своих не печется, тот, ну, хуже неверного. Человек должен переживать за свое, должен переживать за своих родных, значит, там, близких людей. И, конечно, я переживаю, конечно, за все христианство, так по большому счету молюсь, конечно, за все тело Иисуса Христа. Но всегда приоритетной для меня является молитва за православную церковь, за православных христиан, за тех, даже, может, кто лишь называется православным, кто, ну, культурно православный или номинально православный, как говорят. Не важно. Если человек называется уже именем Христа, именем христианским, то это уже, скажу так, я верю, что у Бога есть ревность о имени Своем. Ведь Он превознес имя Иисуса Христа, дал имя Сыну Своему, имя превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа всякое колено склонялось, небесных, земных и преисподних. Слава Господу. Вот так вот. И задачи реформации, конечно, они очень серьезны. Вот. И я прошу всех вас, братья и сестры, верующие разных конфессий, динаминаций, разных церквей, молитесь. Молитесь за нас православных. Мы молимся за всех. Я молюсь тоже за всех. И за наших братьев католиков, и братьев протестантов. За всех молюсь. Потому что я знаю, что всем нужна реформация, всем нужно постоянное движение. Потому что если только не будешь двигаться вперед, будешь скатываться назад. Потому что по умолчанию, к сожалению, так устроен мир. Ну, не совсем так, сказал бы. Не устроен, но, скажу так, после грехопадения так получилось. Что этот мир теперь, он по умолчанию, опция имеет именно деградации, деформации. Поэтому, если ничего не делать, то деформацию специально творить не надо. Она сама происходит вообще. Разруха, она всегда приходит сама собой. Понимаете ли? Вот как на огороде, допустим. На огороде, вот сейчас как раз начались, да. Но что-то пошло не так. Мы совершенно вернались. Что-то пошло не так. Мы знаем, конечно, что пошло не так. Но из библии-то все понятно там. Но, знаете, действительно, сорняки специально на огороде мы же не сажаем. Они сами лезут. Вот сейчас время как раз этих дачных, начался период такой. Даже здесь, в земле северной, Петербург, область, казалось бы, холодный край. Ну, и здесь уже тоже, смотрю, высаживает кое-что потихонечку. Здесь еще сирень цветет. Еще, значит, каштаны цветут. Еще, ну, как бы здесь еще все с запозданием всегда. Ну, одним словом, северная земля все-таки. Здесь всегда долго запрягает природа, но потом быстро ездит. Блин, да, если еще в север не ехать, туда вот. О-о-о, там еще можно в холода попасть. Вот так вот, дамы и господа. Вот. И, а если на огороде что-то хорошее высадить, культуру какую-то, произрастить, нужно приложить усилия. Вот так вот. Так что, и то же самое в жизни человеческой. Абсолютно как на поле. Также, плохому даже специально учиться не надо. Там, штудируешь, что-то там заставляет себя. Просто ослабить поводья, жить как все. Вот, как в миру говорят, как Бог на душу положил. Вот, и все, весла бросишь, и все. И расслабился, и полетел в Тар-Тарары. Вот. И ад хохочет, и человек деградирует, деформируется. А что-то хорошее научиться без труда, вот, не вытащить шерпик из пруда. Без труда можно только лишь вот так вот, знаете, вот, погибнуть и все. А чтобы жить, надо грести, надо двигаться. Вот, и поэтому для тела Иисуса Христа выход один – реформироваться. Покончить с деформацией, с деградацией можно лишь одним путем. Путем реформации. Движение вперед. С Господом вместе. В нем всегда пребывая непрестанно. Это, знаете, как в воду, да, если ныряешь в воду, да, как ты, ну, чтобы дна достичь, да, надо прилагать усилия. А чтобы всплыть, что надо сделать? Просто не двигайся, просто расслабься и все. И поднимешься сам и всплывешь. Вот так вот. Да, у меня, к сожалению, батарейка уже садится уже на этом андроиде. Значит, ну, уже все, уже в течение дня уже раз в четыре заряжаю эту батарейку. Уже пришел срок годности совсем. Ну, и уже самого телефона. Вот, поэтому, если кто петербуржцы, меня смотрят сейчас. Нужен ноутбук для работы в России. Мне нужен сейчас ноутбук. Вот, чтобы, тем более, сейчас и война, и прочее, сейчас не передвигаться. Ну, с багажом таким надо налегке. Omnia me, me comporta, да? Все свое ношу с собой. Вот, ну, для работы здесь нужен ноутбук современный, хороший. Поэтому принимайте участие, друзья, тоже материально. И нужен андроид такой вот, это Xiaomi там, или какой-то еще там. Не важно. Главное, чтобы был рабочий, значит, и, в общем-то, желательно с хорошим зарядом батареи. Потому что, значит, приходится передвигаться часто, значит, так вот и, в общем, мобильно быть. Хорошо, друзья, благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Вот, буду тему продолжать эту, о реформации и деформации церкви, деградации церкви и о восстановлении, покаянии, исправлении церкви. Вот, в эти дни молимся здесь, в Петербурге. Я молюсь о духовном пробуждении России, о духовном пробуждении здесь, в Петербурге, северной столице и всего северо-запада. Молю господина жатвы, чтобы выслал делателя на жатву свою. Потому что необходимо и для России, и для Украины, и для Белоруссии, для Грузии. Сейчас тоже молюсь о поездке на Кавказ, вот, тоже очередной поездке на Кавказ, в частности, в Грузию. Вот, и молюсь о тысячах и тысячах священнослужителей, именно обновленческих, реформаторских. Нужен Мартин Лютер. Сегодня, скажу, нужны тысячи Мартинов-Лютеров. Сегодня нужно, на самом деле, Господь грядет, и действительно, церковь должна пробудиться в это последнее время. Слава Господу. Благораставляю всех вас, возлюбленные братики и сестрички. Спасибо всем огромное за молитвы. Вот, слава Богу, что, значит, хотя много и врагов, и опасностей всяких, и, значит, знаете ли, обыски, аресты, и полиция изымает. Вот почему я обращаюсь тоже сейчас за поддержкой. Нужен ноутбук, потому что один забрали, второй забрали ноутбук, значит, и третий тоже забрали, значит, и стационарный, как бы, тоже забрали, значит. Значит, каждый обыск фактически забирают, ну, говорили первое существо, на две недели, прошло уже там три года больше, до сих пор никакого ни слуха, ни духа. Вот они, они говорят там неделю-две, а годами потом ничего не видишь уже этого. И уже потом уже дают понять, что, как бы, и даже не простите, вот обратно. Вот так вот, так что, к сожалению, вот верующих сейчас здесь считают за изгоев, за отщепенцев, ну, буквально, знаете, как вот было в советское время или в царской России, когда при царизме то же самое было, верующих знали, будь здоров, я имею в виду нормальных, настоящих верующих, не фальшивых, фальшивым верующим и сейчас рады, родёхоньки. Вот, номинальным христианам и сейчас рады, и тогда были рады. Мир не будет знать, знаете, ворон, ворона глаз не выклюнет. Невозрождённых христиан дьявол-то и не трогает особенно ничего. Ну, иногда, конечно, он вообще человек-убийц от начала, он всех хочет убить вообще. Как у Бога есть план всех спасти, у дьявола план всех погубить вообще. И своих, и чужих, всех абсолютно. Вот, и, значит, но молитесь, друзья, молитесь. И реально благодать это вот поспешит, и, да, аминь, 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 аминь. И я верю, что Господний Божий свет никакая тьма не погасит, и Божий свет сияет сегодня в сердцах наших верующих, и через нас, этому миру окружающему, благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Петербурга, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Так что, дамы и господа, и хочу напомнить по скриптум, напомнить, что летом мы молимся сейчас о конференции нашей, православной реформаторской конференции, Петропавловском соборе нашем, 12 июля. Напоминаю, в этом году будем проводить вновь, спустя три года, Петропавловский собор. И в августе месяце также будет один из соборов наших, который предреформаторский будет договорить. С территории Украины вы можете благоставлять мое служение, пополняя номер Киевстар. Запишите обязательно номер этот. 096 96 266 75. Еще раз повторяю. Даже если вы не в Украине, но если у вас друзья есть, родные в Украине, и те, кто хотели бы принять участие финансово в моем служении Господу, то пусть пополняют мобильный номер Киевстар. 096 96 266 75. 096 96 266 75. Если в России, то мобильный номер МТС пополняйте. Это 915 780 48 74. 915 780 48 74. И на этом же номере МТС российском есть вайбер и ватсап. Пишите. Я получаю сообщения регулярно, просматриваю, стараюсь отвечать. Братья приветствуют. Аллилуйя. Отец Виктор. Да, братья смотрят таки, слава Богу. Хорошо, друзья. Благословляю всех вас во имя Господне. Ну и сегодня как не спеть. Слушайте. Царю небесный, Утешитель дух истины, Ты, который везде пребываешь, И все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И ты спас благой души наши. Сокровища благ истины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok